здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов сегодня ввиду я михаил горин со мной в студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист павел маргулян здравствуйте добрый день необычная рекламная кампания заполонила нашу страну называется она одно государство для двух народов палестина само название уже достаточно провокационная как и вся в общем-то рекламная кампания организовали ее бывшие генералы в буквальном смысле этого слова их много по моему 120 если я правильно до 250 даже прошу прощения подсказывает которая входит в организацию которая так и называется генералы за безопасность израиля вот об этом мы и поговорим я единственно что упомяну генерал это не действующие это бывшие генералы но очень в прошлом высокопоставленные туда входят бывшие командующие округов бывшие командующие различных спецслужб шабака масада и так далее то есть люди с чем мнение можно не соглашаться но обвинять их в том что они недостаточно информированы было бы странно павел как тебе рекламная кампания давил вообще эти огромные щиты с надписями на арабском многие пугаются даже и значит мне не попадались они но я про них читал да я читал про эту рекламную кампанию я понял какой пиар хоть там заложен в эту кампанию то есть но это на и остроумно потому что люди которые не знают о чем речь я уже встречал таких говорят вот уже пожалуйста в тель-авиве висят счеты за одно государство двух народов доигрались не многих просто пугают нет именно да вот миша прав когда я первый раз это увидел и когда там понятно было что там на арабском написано я подумал что это какая-то левая организация которая просто в лобешник решила прямо на территории израиля в самом центре рекламировать вот это мол типа государства палестина нечего тут голову морочить я еще удивился как это ну надо пояснить в чем был ход как бы главный этой рекламы дело в том что в центре и был виднелся телефон по которому можно позвонить и получить информацию и чек который туда звонил он слышал голос бывшего командующего военным округом израиля который ему говорил тебя возмутила это реклама а теперь подумай что будет если два миллиона палестинцев присоединятся к израилю речь идет о возможном присоединение к израилю иудеи и самарии где по разным подсчетам живет около двух палестинцев и у двух миллионов около двух миллионов прошу прощения мечтать и вот тогда что мог произойдет ну еще надо последнее пояснение что называется рекламная кампания одно государство для двух народов противовес основному тезису который до сих пор проразглашался в израиле два государства для двух народов дело в том что вот эти самые генералы считают что этот единственный возможный вариант два государства для двух народов плохо реализуется медленно или вообще не реализуется и вот надо что-то делать там насколько я знаю текст такой примерно что они говорят вас раздражают эти плакаты да они через несколько дней исчезнут а возможность создания такого государства если мы аннексируем несколько миллионов палестинцев то израиль станет менее еврейскими менее безопасным государством вопрос к тебе генералы бьются . ну действительно я в общем-то с ужасом могу так подумать что если завтра утром просыпаюсь и оказывается что у нас население было восемь с половиной миллионов до из которых это случай аннексии и не-не-не-не-не 8 с половиной это на сегодня это данные статистически вот в конце года было публиковано и вдруг они становятся не восемь с половиной а десять с половиной из которых вот эти добавились два миллиона арабское население меня это явно не устраивает и поэтому они бьют в точку мне кажется и я не позвонил по телефону то есть я вот это не услышал но то что я увидел это было действительно такая какая-то шокирующая в общем-то реклама мне кажется они в общем-то добились чего не хотели павел вопрос тебе туда еще раз повторюсь входят ну очень авторитетные офицеры и не только в свое время но и сейчас офицеры занимавшие высшие к нам командные должности руководители спецслужб первые лица спецслужб прекрасно информированы почему к ним относится так пренебрежительно в обществе и их идеи как бы не находят своего применения к ними прислушиваться потому что в израильском обществе преобладает в последнее время право идеология и поэтому все те кто высказывает какую-то другую мысль их подозревают в каких-то других интересах там ради зарплаты ради пенсии ради постов и так далее то же самое было и во время демонстрации за социальную справедливость во всяком случае на русскоязычном пространстве для того чтобы так сказать делегитизмир делегитизмировать эти демонстрации говорили что это левые что они хотят сбросить правительство и поэтому нечего людям которые там с правой диалоги нечего в этой где на этих демонстрациях делать и так далее в какой-то степени это достигает успеха это контр пропаганда скажем так против таких призывов противостоять возможности создания одного государства потому что ну фактически смотрите я не перебью но ведь по сути они поддерживают ту самую идею который много лет уже начиная с барр знаменитой бараланской речи провозглашая бенамина теньяга ну смотрите мы же не знаем мне кажется достаточно в израиле недолго пожить что чтобы понять что когда на теньягу провозглашают эту идею он выступая он подмигивает немножко всем тем кто понимает о чем идет речь вот перед прошлыми выборами он сказал в одном из интервью что он не видит возможности в его каденции создание палестинского сразу после выборов он а теоретически он да за он особенно когда он дарит говорит интервью международным каким-то сми он говорит да я за два государства двух народов но я хочу напомнить что в программе партии ликут который он возглавляет нету она противится категорически созданию двух государств для двух народов кстати на сегодня вот если говорить и сравнивать с тем что вот как мы шли к этой каденции сегодня как раз вот эта идея два государства два народа в калиции допустим она в общем-то не очень популярная становится все меньше и меньше мягко брожает ну да я говорю все меньше и меньше вот например байт иудей до еврейский дом как говорится они просто противники это смотрите у нас сегодня коалиция такая что если вдруг надо будет принимать решения такие стратегические без того же еврейского дома никакое решение принято не будет более того часть ликута тоже противники этого то есть поэтому эта идея которая сегодня в мире вот наверное вот в париже об этом говорили то есть там непонятно зачем собирались единственное что они подтвердили вот это ребята давайте придерживаться вот этой идеи два государства два народа как это сделать и что это будет никто не знает но вот в мире есть такое понятие а в израиле она становится все менее менее популярным ну упоминался здесь упомянула упомянутая здесь парижская конференция кстати вот эта акция генералов она собственно говоря была приурочена к открытию конференции в париже где напомню собралось 72 государства представителей 72 государства и организации которые должны были определить вот как нам дальше с палестинцами жить и мириться но с парижская конференция в общем то она благодаря англичанам закончилась как известно ничем но привлекло внимание другое сборище я прошу прощения слова сборище за такой вульгаризм встреча назовем ее так дело в том что в москве напомню прошла встреча всех практически фракций представляющих палестинцев это и хамас и фатх были какие-то еще другие организации исламский джихад и так далее вот все они там встречались на такую непонятно кем легитизированную встречу вроде бы института востоковедения министр иностранных дел россии вот нет все это проходило под эгидой института востоковедения но потом появилась появились кадры и фотографии на которые они встречаются с министром иностранных дел который сидит во главе стола как руководитель а вот по обеим сторонам от него сидят представители палестинских фракций и хочется извини хочется чтобы сверху была надпись типа ребята давайте жить дружно да вот он как бы их всех призывает чтобы они между собой все передружились так вот что меня заинтересовало когда израильские представители официальные комментировали встречу вот эту встречу в москве они комментировали достаточно так мягко дескать ну ничего плохого от этого не будет а может быть даже и будет какой-то смысл ну почему если у них получится ну почему пусть обсудят выводские предложения с другой стороны похоже но не похоже но имеющие те же цели встречи в париже было стринято в штыки а почему такая разница почему вот россии такой такое отношение я не знаю но это надо смотреть и как конкретные чит и комментарии я могу сказать что в отношении московской вот этой встречи есть два вектора скажем так первый вектор инстинктивный который возникает у любого израильтяне когда ему говорят исламский джихад и хамас ассоциации у нас однозначная ассоциация со словом террористы как бы и нет других вариантов им и у нас можно понять в общем то есть повод для этого но с другой стороны почему израиль не очень критиковал эту встречу тут вот такая вещь на мой взгляд какая была цель встречи москва пытается найти какой-то общий знаменатель среди она пытается их объединить потому что если вдруг я предположу очень-очень теоретически у нас дело дойдет до какого-то мирного процесса с переговоров скажем так с палестинцами то сейчас у палестинцев есть две два отдельных административных образования да все возникает с какими палестинцами да если мы договорились с абумазом то что насколько эти договоренности будут касаться хамаса который в общем-то не не хочет признавать абумазом и так далее и поэтому москва пытается объединить чтобы убрать вот эту преграду в дальнейших возможном мирном процессе чтобы они как-то объединились чтобы хамас подчинился абумазом или абумазом я знаю там подчинился хамасу это их внутренние дела и чтобы они наконец-таки провели я напомню что абумаза на своем посту выбран был на четыре года в 2005 году да уже двенадцатый год идет он боится проводить выборы он не хочет рисковать своей властью потому что есть вероятность вероятность того что хамас захватит власти в том числе и на западном берегу и поэтому в общем то я думаю что не был такой жесткой критики среди нас потому что мы цель заявленное объединение палестинских различных организаций под одно какое-то начало я думаю что это и нам будет выгодно в конце концов если это цель будет достигнута большинство тех организаций которые собрались в москве они признаны не только в израиле но в америке во многих европейских странах признан террористическими а в россии в россии нет но москва в принципе это прекрасно понимает если павел прав своем предположении что вот эта попытка объединить их всех под эгидой какой-то одной то легко предположить что это одно и станет хамас я бы дополнил то что павел говорил россия кроме всего прочего там думаю о мином процессе вдруг что-то получится не знаю что получится сегодня пытается и у него уже это через сирию что-то получилось вернуть себе довольно таки такую весомую роль на ближнем востоке учитывая что сейчас идет пересменка президента в соединенных штатов мы наверное все видели что последний год практически соединенные штаты под руководством обамы в сирии практически толком ничего не делали и поэтому россия сегодня активизировалась в этом на этом треке иначе этой сирии все понятно как бы с турцией они тоже более-менее ведут переговоры более того вчера по моему они даже и использовали совместно авиацию для каких-то авиаударов с ираном у них связи давно вот осталось значит что-то делать с палестинцами у них вот эта отговорка что она территории россии это не террористической организации действует очень давно и они всегда используют что поэтому мы их собираем вместе мы общаемся более того результаты какие-то есть после вот этой встречи в москве на следующий день прошла информация что уже встречались представители фатхи и хамас и думают о создании очередного вот этого единого правительства правительство там на их национального единства которое будет оно наверное такое технократическое но по крайней мере вот как будет координировать действия то есть они чего-то в общем то добились будет лучше израилю от этого или нет может быть действительно будет но давайте поживем увидим да поживем увидим хотя вот это вот это выражение поживем увидим если применить его к той самой рекламе с которой мы начали разговор то по мнению вот этих генералов отставных формула поживем увидим в израиле работать не будет а если поживем то увидим что будет очень плохо но посмотрим действительно кто окажется прав коллеги я помню что если вы помните во время визитов Натаньягу в москву вот в этот период весной летом прошлого года были разговоры о мирной конференции в москве она не состоялась никакой конференции но судя по всему москва пытается делать какие-то шаги чтобы может быть взять под свой патронаж ход мирного процесса здесь и Александр совершенно правильно сказал мы отмечаем очаги в которых москва пытается скажем так воткнуть флажки очаги влияния москвы я хочу добавить что вчера была информация о том что они и в ливии какую-то сумму помогают то есть пока в вашингтоне пересменка москва в этот вакуум пытается как-то внедриться пытается патронировать все то что происходит на ближнем востоке но посмотрим как бы стул в белом доме уже занят посмотрим как новый хозяин белого дома будет им распоряжаться спасибо коллеги за этот обмен мнениями напомню что со мной в студии были журналист павел маргулян и политолог александр цинкер всего доброго спасибо